Что объединяет между собой экологию и марафон? Ответ давно известен. Забота об окружающей среде, бережном отношении к природе, в частности к национальному парку Самарской Лука. Чтобы привлечь внимание к проблемам «Жигулей» и организовали городские власти «Жигулевска» 7 лет назад экологический марафон. Всероссийские легкоатлетические соревнования, которые каждый год собирают громадную аудиторию. Минувшее воскресенье в традиционных стартах вновь приняли участие школьники «Жигулевска», которых приветствовали городские власти и самый титулованный боксер современности, их земляк Олег Саитов, чемпион мира Европы и Олимпийских игр. А затем каждый из участников праздника вышел на старт. Одни пошли оздоровительной ходьбой на 2 километра, другие приняли участие в беге на 10 километров. Но а самые подготовленные, сильнейшие бегуны России из 13 городов – Москвы, Казани, Костромы, Саратова, Яшкаралы, Тольятти и, конечно же, Самары – разыграли солидные денежные призы в 10 тысяч рублей. Компанию известных стайеров, вышедших на старт классической дистанции в 42 километра 195 метров, возглавил двухкратный победитель московского международного марафона мира – самарец Иван Богданов. В полумарафоне на ведущих ролях были члены сборной команды России «Тольяттинские бегуни» Ирина Тимофеева и Светлана Байгулова. Ну а трасса пробега пролегла по живописной дороге, протянувшейся от Жигулевска до села Ширяево. Старт марафонцам давал сам Олег Саитов. В своей жизни вы хоть раз пробежали марафон? Нет, только индивидуально, сам кроссы бегаю, без старта и финиша, свои кроссы. И даже не пытались? Нет, не пытались. Ну как-то у меня была мысль, я хотел, но что-то потом получилось, так что я не побежал. Сильнейший дождь, стеной вставший на пути бегунов, спутал им все карты. К тому же горный серпантин «Жигулей» даже известным мастерам оказался не под силу. Сюрприз преподнес 43-летний малоизвестный марафонец Михаил Сумочкин из Казани, первый прибежавший на финиш в Ширяево. Его время 2 часа 24 минуты. Третьим призером стал Руслан Панин из Тольятти. В полумарафоне сильнейшим оказался сам марец Александр Потапов. Почему этот марафон и родился экологически? Почему? Потому что спортсмены могут проявить себя именно в этом, в этом в экологии. Просто подсказать нашим руководителям промышленных организаций, что немножко надо заниматься этими вопросами, вопросами экологии. Это наша жизнь, наше здоровье, наше будущее поколение, наших детей. Субтитры создавал DimaTorzok